Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот наступила долгожданная весна. Лед уже начинает плавиться. Надо повнимательней быть на льду, поаккуратней. Ну, короткий отчет. Зима в этом году порадовала. Ездили в основном в Дубну. И два раза были на Истринском водохранилище, в Трусово. Одно огорчает. Очень сильно заражена рыба, особенно подлещик. А так клев был душевный. Нашли на полоях платво. В Приловах вставили жерлицы. Попадался берж. В Михалева вставили жерлицы. Два раза был выход. Очень хороший судак. Несколько раз были обрывы. 0,35 даже без остановки. В среднем кило-полтора. Судак по десяточку поймали. Ну, а в перерывах между проверкой жерлиц ловили леща. Сейчас вот какие-то магнитные бури. Последнюю неделю полная тишина. На Серебрянке стала появляться рыбацкая компания. Ловится мелкий подлещик. Вот. Желаю вам скорейших теплых дней, весенних уловов. Берегите себя, берегите природу. Что вам еще пожелать? Хороших, теплых, весенних дней. Нормальные пацаны, раннее утро, едут на рыбалку. Места заветные. Так, скорость, блин, не быстрая. Ночью снег прошел. Минус шесть, там обещали четыре. Может быть, даже без ветра. Пацанов покажу по-светлому. Пока вот такая трасса веселая, нарядная. Праздник на душе. Неделя пролетела незаметно. Семь недель до Астрахани. Вообще красота. Живи и радуйся. Десять километров потом по льду, и мы на месте. Секретное место. Хотел рассказать, не расскажу. Потому что гады ездят, рыбу не жалко. Такую помойку за собой оставляют. Мешки для ориентира. Палки, мусор, бычки. Поэтому, пацаны, ищите рыбу сами. Так. Это у нас что? Иваньковское водохранилище. Рома, помаши дядю ручкой. Вот они, пустую рыбу, наставили жерлиц. Поймали две по три рыбки. Серега, поймал рыбку? Нет. Врешь? Ну-ка пойду посмотрю. Так. Я знаю, он вот тут вот в кучку складывает. Не трое, не слышу, куда же дел-то. Здесь нет рыбы, я вам вчера не прикраду. Хе-хе-хе-хе. Вот она, дистрофическая. Есть поклевки? Одна, есть поклевка. Одна рыбка. Серега, поймал судачишку. Так, а народу сейчас я вам покажу. Это вот вся Москва здесь. Вот, вот пошли по горизонту. По горизонту. Пока рассветала, чуть-чуть поклевала рыбешка. И затихла. Так, все, орешки берем. Орешки. А где рыба-то? Ну, плотва-то. Ну, пойдем. Парни, подлечик есть. Ну, ладно, еще давай. Сколько немножко, парни? Привет! Ладно, будем ждать поклевок. Как начнется поклевок. Ждем большой рыбы. И кормить надо на разных глубинах. На разных глубинах. И искать ее. Кормим много. Пока толку мало. Сегодня вообще не везучий какой-то день. Дорогу замело. Пока пробились, проворонили утренний выход судака. Ладно, на этой мажорной ноте пока перекошу. Расскажу, как строим рыбалку. Где присутствует тяга. Значит, прикормку. Я давно уже отказался. Отказался от покупной прикормки. Варю пшено. Семечки. Обжариваю на сковородке. На мясорубку. И сухарь. И добавляю мотыля. Так тащу. Я думал, там килограмма на килограмма на килограмма. Блядь. Очень веско тебе говорю. Я слышал, как флаг стрельнул. Прям слышал, как стрельнул флаг. Скажи мне, пожалуйста, на щуку, наверное, за спину надо цеплять. Наверное. Субтитры сделал. 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 Опа! Хе-хе-хе-хе О, здесь поменьше еще И главное, интересно, в одной лунке не клюет Другой только опускаешь Странно, кормил обе Кормил на дно Нет, вообще Кормил на дно Кормил на дно Готово Кормил на дно Подъем, подъем, Серега, подъем, снимай, снимай, Селега, снимай. Ёрш, гадом буду. Нет, окунь, сволочь. А напряг он меня. Дедушка сказал, детей нельзя убивать. Да. Я его выбросил. Клюет, на кивок, подлещик, вот так, тык-тык-тык, мелкой дрожью. Что он там делал, я с ним не знаю, изнасиловал моего мотыля. Да я думаю, дерну, дернул, сидит. Одинокий путник. Выбегали уже все, о, что-то нагнулся. Опа, есть. Нет, по губежкам. Голдует что-то. Идем поближе. Посмотрим, что-то... Ты на игру, что ли? Да, на игру-то туда не хочешь больше. Нынче она, в общем, приведливая. Нынче, да. Сколько штук поймал? Более-менее. На игру? Да. Ну, я всего шесть поймал. Семь. Не игру. Опа. Хе-хе-хе. Мимый денег. Черт, кто это? Да, это мелочи. Мелочи. Не при камере будет сказано. О, опять, опять, Серега, подъем. Начал двигать его. Латвина, она отстроена прям, еле-еле. Тут чуть тронет, она уже поднимается. Ну, да, сегодня... Поэтому и вылетает так сразу резко. А ты поглубже затопи, да и все. Чуть-чуть. Нормально будет. Ну, что, дождемся поклевки? На камеру не хочет. Потом трес, трес. Ну, помимо, какие-то одиночки, что ли? Во-во-во-во-во-во-во. Давай, подымай, подымай. Не захотел. Подожди еще. Не вечер. Видел? Ага. Вот так останавливаешь, он хлоп вверх загибает. Подсекаешь, есть. Ладно, мы его еще разок. Главное, чтобы тот заинтересовался. Может, мелкий. Или мотеля с генгандой. О, что-то тормознул, нет? Такой аккуратный. Кто-то там есть. Да, вижу. На камеру не хочет. Сейчас только выключишь. Ага. Он, наверное, не бритый. А-а-а. Ну, ты смотри, гад, а. Камеру боится. Пусть не боится, пленка кончилась. Да? Ага. Походу. Ну, добили. Хоть другими пейзажами. А то один и тот же пейзаж у нас. Ха-ха-ха. Обманул. Доброе утро. Поздравляю всех с открытием зимнего сезона. Домкинский залив. Сейчас я вам покажу, сколько тут народу. Вот. Лед встал. 10 сантиметров. И нескончаемая вереница машин и людей. А вон самолет в кустах. Вот ориентир. Два часа дня. Рыбаки не расходятся. Самый знатный рыбак вот сидит. Сейчас я вам покажу. Очень хитрая снасть у него. Очень хитрая снасть. И ловится очень крупный окунь. Я его сейчас увеличу. О. Окунь какой. Так. Продолжаем, блин, рассказ. Дубна. Праздник души. Рыбаков море. Просто море. Необъятные просторы. Все в рыбаках. В палатках. Домики. Дырки. Насверлено. Опаруш-мотыль. Льет добротная платва. Леща нет. Попадаются ерши. Периодически. Вынесли они голову всем. Вот такая вот платвеночка. Грамм 150, наверное. Сейчас покажу. Ух ты, он не плюет. Вот кивочек. Только что загибал. Вот он, вот он, вот он. Опа. Парамашечка вышла. Ну что сделаешь, не судьба. Но кто-то там уже есть. Это радует. А тут тоже никого. Что же за беда-то такая? Дурят. Дурят, дурят, дурят. Вот музыка у друга играет. Пойдем посмотрим, что у него есть рыбаки. На игру на мормушку. Одинка что-то пойма тащит. А мы решили остаться нами. Походу здесь хищное место. Добрый день. Добрый день. Как успехи? А вижу. Отлично. Отличные ерши. Отличные ерши. Море. Для пушки. Для пушкинского телевидения. Надо съемку показать. Ершей в море. Ершей, наверное, в каждой лунке. Ну да. Белая и черная мормышка. Светлая. А, желтенькая. Ну, плотвиной в основном. Наверное, он его не подпускает. Ну да. Плотва чуть повыше. Так закормишь. Десяток поймал. И начинает этот голодранец. Вот они ершами друг к друга кидаются. Все ерлятся. Водка кончилась у ребят. Вообще не понимаю. Лед 15 сантиметров. Ходить уже спокойно. Обычно надо соблюдать безопасность на льду. Очень много на Истринском водохранилище накупалось. И говорят, даже несколько человек утонуло. Это беспечность человеческая. Вадик, открой домик. Я покажу людям, что тут творится. Юный ученик мой. Ученик учил уроки. Тихо домик не свали. У него в чернилах... Ну-ка, а где рыба-то? Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. О, какая синусная плотва. И яршие, и плотва. Ну-ка, плотва хорошая. 200 грамм. Ну-ка, покажи. О, какая красотка. Покрупнее, чем на Истре. 100 километров до места. Вот домик обустроенный. Ну-ка, вы-ка загляни. Так, вот у него тут лунки, удочки. Две скромный рыбак. Поклевочки. Рыбу складывают в мешок сразу, чтобы никто не подглядывал. Чтобы никто не просверлил. Аккумулятор садится. Вот беда-то. Ой, меня опять утопило поплывок. Пока я ходил. Так синья голодная станет. Все украли. Надо мотыля одевать. Ладно. Утром расскажу, что было ночью. Самые грустные сборы домой. Что? Я говорю, самое грустное собираться домой. Вот так вот. Ну, покажи мешок-то свой. Ночью отсидели. Ну, так грустненько. Серега не в три или четыре подлещика поймал. Вот. Ну-ка. Ну, я примерно в столько наловил. Ну, трое мешок-то. Всякие. Все подряд. Лотва. О, пониёшь, крупный какой. Все к нему. Пошёл дождь. На удивление. Это конец декабря. А вот Серега наловил рыбу. Ну-ка. Во. Мама его побольше. Ну, какую плоту поймал прыгает. Во. Грамм 250-300. Два обрыва. И подходит окунь и ёр задалбывает одно время. Вот сейчас как-то по... Сегодня вообще денёк такой странный. Вот. Ветерок. Мороза особого нету. Так чуть-чуть подмерзает лунки. Поклёвывает платва. Три вида удочек стоит. Здесь, значит, кивочная, грузилый крючочек. Ну, сама лучше работает. Здесь крючок под пасок. Сантиметров 10 от 1. И в этой удочке коромысла. Что интересно, на коромысла попадается подлещик. Платва в основном берёт на одинарный крючок. Вот. Я уже рассказывал по тяге. Делаешь, значит, кормлю одну лунку. И её выдувают в эти две лунки. В основном клюёт... Лучше всего клюёт крайние. Получается, что сдувает водичкой корм. Получается шлейф. И вытягивает... Подтягивает рыбу. Ну, сегодня она подходами. 5-6 штучек. Тишина. Закормил несколько мест. На разной глубине. Вот. Серёга поймал пару подлещиков. Ну и так поклёвывает платва. Поставили жерлицы. С утра вроде так всё хорошо начиналось. По два-по три бершика поймали таких по полкило. И затихло всё. Ещё по-жиданам. Подходами она. Ну, платва с чем сравнить? Пачку сигарет положу. Размер не скажу. Ну, грамм 200. Вот те платвицы. Пачка сигарет. Курение вредит. Красота курить. С кожеволдом. Красота. Я уже давно собираюсь это сделать. Пока не получаются. И сегодня как-то на пучок не особо пару мотыликов сажаешь. И падает платвёночка. Тоже, видите, в линию лунки. И, соответственно, вытягивает корм. И по этой линии забрасываем на парочку мотыликов. Вот. Сергей единственный, кто поставил домик. Мне не холодно. Почти не холодно. Чайку попили горячего. Пойдём посмотрим, что у него творится в домике. Вот. И самое важное, хотелось бы сказать, это следующее. Ну, давайте оставаться людьми. Приехали на лёд. Вот мы начинали на этом месте ловить. Серёга, не закрывай, я покажу палатку. Серый, открой домик. Умничать буду. И это самое. Вот. Приезжали сюда, приехали на целину. Вот тоже в линии лунки. И вот бершик в уголочке там лежит такой, на тюлечку попался. Вот. Смотрите, у человека лежит баночка. Он складывает туда бычки и сигареты. Всё, за собой убирает. Как надо себя не любить, чтобы оставлять за собой помойку. Три места. Сделал вот такой поплывочек забавный. Сейчас покажу. Трехсуставной. Так чудно он реагирует на поклёвки. Из двух поплывков сделал. Тут примерно такая рыбалка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»